Валерия Гонтарева 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 Задержали диверсантов, когда те проводили рекогностировку в районе железнодорожного моста, имеющего стратегическое значение. У злоумышленников изъято три пистолета с глушителями и патроны к ним, 17 взрывателей, две противопехотные и одна магнитная мина, а также большое количество пластида. Установлено, что оружие взрывчатку диверсанты получили от российских спецслужб и контрабандным путем везли в Украину. Никакие изменения в текст соглашения об ассоциации с ЕС вноситься не будут. На этом еще раз акцентировал внимание президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой комитета по международным вопросам Европарламента Элмаром Броком. В свою очередь европейский дипломат подтвердил, что несмотря на давление со стороны России, ни ЕС, ни Украина не пошли ни на какие правки в этом документе. Элмар Брок также отметил, что уже сейчас на этапе предварительного применения соглашения зафиксирован рост украинского экспорта в ЕС на 14%. Также стороны обсудили недавние договоренности о синхронной ратификации документа, которая запланирована на 16 сентября. Порошенко и Брок говорили и о реализации мирного плана президента Украины, в частности о законодательных инициативах ради сохранения мира на Донбассе. Я благодарен президенту за его намерение предложить антикоррупционную реформу и принять законы, которые позволят децентрализировать власть и применить амнистию в рамках мирного урегулирования. Это шаги, которые будут способствовать реализации мирного плана на востоке страны. Закон об амнистии является очень важным для объединения страны и та цена, которую нужно заплатить за мир, даже если вам это не нравится. Это цена за мир и свободу, которую нужно заплатить. Сдержать Россию и остановить войну – это главная задача Украины, заявил премьер-министр Арстений Яценюк в своем выступлении на ежегодной встрече ЕС в мастетском арсенале в Киеве. По мнению главы правительства, России выгодно и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине. «Единственная возможность защитить нашу страну является членством НАТО, однако Украина не может вступить в альянс в краткосрочной перспективе. Но мы будем стучаться в эту дверь», – сказал Арсений Яценюк. И еще один серьезный вызов – энергетический. Несколько дней назад Россия существенно уменьшила поставки газа в страны ЕС, чтобы прекратить реверс в Украину. Этой проблемой активно занимается Еврокомиссия. И тем не менее, наша страна не замерзнет, уверен Арсений Яценюк. Ведь в украинских газохранилищах около 17 миллиардов кубометров газа. Стоящие перед Украиной вызовы страна способна решить только при выполнении одного условия – единства и взаимопомощи. В том числе и во власти, отметил премьер. «Накануне выборов, мне кажется, что было бы целесообразно подписать коалиционное соглашение. Для страны требуется большое плотное единство между всеми. И я считаю, что следующий парламент вместе со следующим правительством и президентом будут делать лучшие реформы, чем нынешний. И я хочу это увидеть». Также Арсений Яценюк отметил, что на украинскую экономику позитивно повлияет решение Евросоюза продлить односторонние преференции. Украина получит полный доступ на европейские рынки, а поступление товаров из ЕС будет ограничено. Это позволит нашей стране провести необходимые реформы, уверен премьер-министр. Также он отметил, что правительство начнет имплементацию с первого дня после того, как соглашение об ассоциации с Европейским Союзом вступит в силу. «После ратификации соглашения украинская сторона начнет и реализует все то, что там содержится. Мы приблизим все украинское законодательство к стандартам ЕС. Правительство готово принять план действий по этому поводу, по поводу введения. Здесь нет вопросов». 10 миллионов евро передаст Евросоюз Украине на финансирование проектов по развитию неправительственного сектора. Соответствующее соглашение подписали сегодня премьер-министр Арсений Яценюк и еврокомиссар по вопросам расширения европейской политики и соседства Штефан Фюли. Во встрече также участвовал президент Еврокомиссии Жузе Мануэль Борозу. Политики обсудили вопрос имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также финансовое и энергетическое сотрудничество. Евросоюз рассматривает возможность введения информационных санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климки на странице МИД Украины в Твиттере. По словам Климки на информационные санкции были инициированы Украиной, а ЕС уже рассматривает возможность их применения. Глава МИДа отметил, что такие санкции смогут остановить информационную войну со стороны агрессора. Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, а также их партнеры готовы мобилизовать все силы для изоляции России, поддержки независимости и свободы Украины. Об этом заявил президент США Барак Обама. Поддерживая Украину, Соединенные Штаты отстаивают основополагающие принципы международного права, а не свои геополитические интересы, отметил американский лидер. И добавил, что конфликт в Украине не создает прямых угроз для США. Напомню, вчера Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели новую порцию санкций против России. Украинцы должны объединиться ради борьбы с коррупцией. Такое мнение во время встречи ЕС высказал представитель Государственного департамента США Тома Смелия. По его словам, у Украины есть друзья, в том числе и Соединенные Штаты, которые стремятся им помочь. Однако все зависит от самих украинцев и избранной ими власти. Он напомнил, что по индексу коррупции Украина на 144-м месте 177 государств, где проводились исследования. Созвать международную конференцию по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав крымских татар, предложил Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюли на 11-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Также он напомнил об ограничительных мерах относительно попадания товаров, произведенных в Крыму, на рынки Евросоюза. В связи с этим он отметил, что крымские товары могут попасть на европейский рынок при условии, если украинские компетентные органы их сертифицируют. Польский город Щецин на берегу Балтийского моря может стать центром НАТО в Восточной Европе. Именно здесь планируют разместить силы быстрого реагирования Альянса. Они будут состоять из 5000 военнослужащих, готовых к экстренной переброске в любую страну НАТО. Хотя Альянс пока не видит прямой военной угрозы из России, восточные соседи Федерации, прежде всего страны Балтии и Польши, всерьез обеспокоены аннексией Крыма и вторжением в Восточную Украину. Они требуют разместить у себя на постоянной основе две натовские дивизии от 20 до 30 тысяч солдат. Военная база в Щецине – самый восточный форпост Альянса. Сейчас там расквартированы 200 военнослужащих. Компьютеров на базе больше, чем танков, однако скоро здесь возникнет полноценный военный центр. Война в Украине вынудила руководство НАТО к стратегическому усилению восточных рубежей Альянса. В приграничных странах на постоянной основе будут размещены войска союзников и улучшена структура логистики. На самом деле это хорошая новость для Польши, поскольку статус и роль командного центра в Щецине будут значительно повышены. Сейчас он состоит из польских, немецких и датских военных. НАТО планирует разместить в странах Прибалтики инфраструктуру для создаваемых сил реагирования, сообщает немецкое издание «Райнишпост», ссылаясь на одного из руководителей объединенных вооруженных сил НАТО Хан Салатара Демрезе. По его словам, такое решение связано с событиями на востоке Украины. Если размещение будет согласовано, инфраструктура для сил реагирования будет создана в Эстонии, Латвии и Литве. Ранее заместитель генсекретаря НАТО Александр Вержбу заявлял, что штаб-квартира сил быстрого реагирования Альянса будет находиться в Польше. Дефолта в Украине не будет. В этом уверена председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. Несмотря на то, что экономическое положение из-за конфликта с Россией ухудшается. Во время встречи ЕС Валерия Гонтарева заявила, что из-за кризисных явлений в экономике эксперты МВФ ухудшили прогноз падения ВВП страны на 6,5%. Однако программа Украины с фондом учитывает нынешнее экономическое положение страны и имеет ответы, как действовать в таком случае. Не сдавать позиции лидера на мировом рынке производства подсолнечного масла. Такую задачу сегодня ставит перед собой украинский агробизнес. Но осилит ли в этом сезоне? Ведь убрать подсолнечник на Донбассе сегодня сложно, а регион для отрасли стратегически важный. Каждая вторая бутылка подсолнечного масла, которая продается на мировых рынках, украинского производства. Но это еще не конечная цель отечественного бизнеса. Прошло две недели, как закрыли маркетинговый год. Посчитали подставки и опять рекорд. Продали за границу 4 миллиона 200 тысяч тонн продукции. Вот в этом и есть, будем говорить на сегодня, уникальность. Мы на экспорт поставили 4 миллиона 200 тысяч тонн. Это действительно рекорды, но они достигнуты за счет, прежде всего, того рекордного урожая, который собрали в Украине, прежде всего, масличных. Их было собрано около 16 миллионов тонн. Соответственно, мы переработали свыше 10 миллионов тонн подсолнечника. Соберут ли столько масличных и в этом сезоне? Как только начались полевые работы, рынок застыл в ожидании. Первые результаты были не очень утешительны. Средняя урожайность на юге составила не более 8 центнеров с гектара. Но в настоящее время вышли на очень неплохой уровень, более чем 15 центнеров с гектара. Это связано с тем, что чем севернее по Украине, тем выше урожайность. Соответственно, мы надеемся, что в конечном итоге урожайность будет между полутора и двумя тоннами с гектара. То есть, это вполне хороший показатель, который Украина демонстрировала на протяжении последних двух-трех-четырех лет. Самое главное, что несмотря на военные действия в стране, уборка подсолнечника ведется во всех регионах. Даже на Донбассе, говорят эксперты. Медленнее, под свистом пуль, но аграрии работают. Сегодня за Донецком и Луганском 15% от общего объема производства семечки. Там мы видим отставание от темпов предыдущего года. И если в прошлом году было убрано на эту дату уже более 30%, сейчас мы видим, что по Донецкой области убрано всего лишь 26%, а по Луганской области 10%. В освобожденного террориста Славянский уже заработал завод по переработке семечки. Под большим вопросом возобновление производства на предприятиях Мариуполя, Донецка и Сватова. Месяц-два, я думаю, что тихонько ситуация стабилизируется. Если этого не произойдет, то две области суммарно выращивают подсолнечника около полтора миллиона тонн. И где-то около миллиона, все-таки, дай Боже, его вырвать оттуда, нужно будет прежде всего переориентировать на переработку именно на предприятиях, которые находятся в близлежащих областях. Такая работа сегодня ведется, я думаю, что она завершится успешно. Евгений Джурас, представитель компании-производителя подсолнечного масла, рассказывает, что их предприятие уже начало сотрудничать с Донбассом. Мол, выручают по-соседски, как могут. Мы работаем с Донецком, с Луганском только на условиях поставки к нам. И там, я знаю, большие переходящие запасы. Еще в августе месяце нам предлагали очень много подсолнечника. Как раз те территории, которые освобождались, с тех территорий и так последовательно поступали предложения. Невзирая на все трудности, Украине хватит подсолнечного масла и себе, и на полмира. Ведь, согласно прогнозам, в этом маркетинговом году производство составит 4 миллиона 300 тысяч тонн. А это в 20 раз больше, чем употребляет внутренний рынок. Татьяна Степанюк, Александр Грыбань, БТБ. Украинские ученые всерьез обеспокоились армейским бытом в полевых условиях и решили помочь его немного улучшить. Для этого они вдохнули вторую жизнь в некоторые свои разработки, и теперь их смогут использовать украинские военные на передовой. Чем же помогли ученые нашим бойцам, смотрите далее в сюжете. Обогреть жилье, приготовить еду или быстро высушить вещи – все это под силу всего одному прибору. Изначально печь была предназначена для садоводческих хозяйств, но ситуация в стране заставила наших ученых найти ей иное применение. Конструкция сделана таким образом, чтобы можно было сжигать любые материалы. При этом она мобильная и устанавливается в любом месте. Печь-сушилка может с успехом использоваться в вооруженных силах. Она может использоваться в палатке. Она будет обогревать помещение, используя биомассу, бытовые отходы или все, что горит. В ней можно сушить вещи, подсушивать продукты, а также готовить пищу. Изобретатели также решили проблему теплой воды на передовой. Для этого сконструировали специальную колонку. Она нагревает до 90 литров воды за считанные минуты. При этом нужно всего около 5 килограммов древесины. Эта часть, где происходит нагревание, разжигание топлива, топка и выброс продуктов сгорания. Вторая часть состоит из двух труб. Внутри находится труба для выхода дыма в сгорание, который нагревает, и наружная труба, в которой происходит нагрев саму воду. Также украинские изобретатели разработали уникальную технологию приготовления сухих пайков. Теперь такие продукты не только легкие, но и полезные. Ученым пришлось найти подход к обработке каждого продукта по отдельности. Подобранные были режимы. Для каждого сырья, для яблок, это один режим. Для морковки, это другой. И во время варки у нас уходят в воду также эти питательные вещества. Поэтому мы отошли от этих традиционных способов и получили новые способы. Состоит такой сухпайок из трех блюд. Чтобы приготовить себе полноценный обед, необходимо потратить не более 10 минут. И это при том, что в меню есть даже такое сложное блюдо, как украинский борщ. При помощи разработанной технологии мы можем получить в течение буквально 5-10 минут очень трудоемкие потребления в быту, в приготовлении блюда. Это борщ, гороховое пюре, которое у нас тоже очень много тратится времени, и кисель. Разработчики уверяют, за счет уникальной технологии приготовления организм совершенно не почувствует разницу между таким сухпайком и домашней едой. Этими продуктами можно питаться всю жизнь, потому что это ведь вначале это сухой продукт. Вы его восстанавливаете до суп или вы его восстанавливаете до борща. Этот высушенный продукт мгновенно восстанавливается, возвращаясь к тем своим свойствам, которые они были. А пока решается судьба уже разработанных приборов и технологий, ученые не прекращают поиск решений других проблем, с которыми сталкиваются солдаты на передовой. Говорят, что сделают это в кратчайшие сроки. А подробнее об уникальных достижениях украинских новаторов смотрите в программе «Золотой запас Украины» уже в это воскресенье в 16.30. Польша направила гуманитарную помощь на восток Украины в рамках акции «Я поляк. Помогая Украине», волонтеры из соседней страны собрали деньги на покупку автомобилей и необходимых вещей для бойцов АТО и жителей временно оккупированной территории. Подробнее расскажет Ярослава Ковтун. Деньги на покупку джипов, вещей и медикаментов собрали обычные поляки, которым небезразлична судьба Украины. Инициатором акции выступил польский фонд «Поколение». С помощью самообороны Майдана солдатам отправляют 12 грузовиков. «Мы будем посылать наш 12-й большой караван на передовую, который поедет прежде всего в Славянск. А оттуда уже батальоны будут подъезжать автомобилями и получать помощь». Гуманитарную помощь также предоставят и простым украинцам, которые в настоящий момент находятся в одном из центров для вынужденных переселенцев. «Помощь в виде автомобилей, теплых вещей, помощь в виде лекарств. И эта акция продолжается. Часть помощи мирным людям в виде памперсов, разных каш. Все это будет передано в один из центров». Вместе с гуманитарной помощью в Киев приехали и польские представители. Говорят, были активными участниками Майдана и хотят показать стране-агрессору, что у Украины есть надежная поддержка. «Через интернет, через телевидение, через газеты мы призывали людей помогать Украине. И было очень много желающих. Поэтому мы собрали достаточно денег на покупку лекарств, одежды и автомобилей. Мы были на Майдане в тяжелое время. Мы видели, что с людьми стало. Мы видели, кто страна-агрессор и кто страна, которая терпит. Поэтому мы должны показать нашим соседям, всем людям, кто на стороне правды». После торжественного вручения командиров батальона, включая внедорожников, все помолились за мир. Автомобили также осветили. Уже на следующей неделе волонтеры планируют передать бойцам машину скорой помощи. И обещают, что и дальше будут всячески поддерживать украинских бойцов. Ведь они защищают от российских оккупантов не только Украину, но и всю Европу. Театралы сделали свой вклад в помощь украинским военным. Открытие нового сезона прошло под эгидой благотворительности. Служители Мельпомены посвятили свои спектакли бойцам и передали им заработанные деньги. Об особенностях начала работы театров дали в следующем материале. Традиционно сезон открывают лучшие постановки мировой классики. И в этот раз первый спектакль будет посвящен украинской армии, а вырученные деньги передадут в зону АТО. Благотворительная акция помощи солдатам от деятелей искусства уже успела стать тенденцией. Поэтому украинские театры активно объединяются и передают эстафету друг другу. На текущие трагические события, которые происходят в Украине, а иначе назвать их нельзя, «Пока театры реагируют материально и морально». Этот сезон новый, он очень драматичный, двойственно драматичный. Не только потому, что драматургия, а потому, что драмы жизненные. Одним из первых решил поддержать украинских бойцов театр имени Ивана Франка. Говорят, решение приняли единогласно всем коллективам на собрании перед началом сезона. С первых дней театр объединялся на то, чтобы помогать нашей армии, помогать нашим людям, чтобы собрать деньги на то, чтобы дать отпор. Театр – это поштовх до продолжения нормального, счастливого життя. И поэтому люди идут в театр. Каждый на своем месте. Можем сделать все возможное и невозможно, чтобы отстоять нашу свободу и независимость. И в этот скрутный час мы все, как всегда, с народом. На жаль, на жаль, беда. Но как она объединяла и сгортувала наш народ. Театр русской драмы имени Леси Украинки, в свою очередь, поддержал идею коллег. Деньги от первого спектакля перечислили на закупку медикаментов для военных госпиталей. Более того, в этом сезоне планируют поставить и украинскую классику. К постановке присоединятся коллеги из театра Франка. Мы весь сбор с этого спектакля перечисляем на благотворительный фонд военного госпиталя в Киеве. Кроме материальной поддержки, актеры поддержат бойцов и морально. Ведь простое общение крайне необходимо ребятам, которые, рискуя своей жизнью, защищают страну от оккупантов. Мы будем ехать, насколько я знаю, с концертом, в тот же военный госпиталь, вот, и чтобы как-то поддержать дух бойцов, которые сейчас раненые лежат. Им нужно поднять боевой дух, что-то жизнерадостное. И, скорее всего, это будут песни под гитару, либо капельную. Я вот звонил с волонтерами, общался, чтобы просто сделать такую сборную, солянку из артистов, моих друзей. Просто вот приехать к ребятам, чтобы пообщаться, попеть, дать какой-то концерт. И мне сказали, что их так много, что там очередь просто. Им просто нужно общение, просто поговорить. Открытие сезона у большинства театров уже позади. Обещают, что благотворительные спектакли станут обычной практикой. Все театры столицы уже с нетерпением ждут зрителей. А актеры верят, своими спектаклями они вдохновляют народных героев. Ярослава Ковтун, Александр Банный, Владимир Асин, БТБ. Благотворительные ярмарки в поддержку украинских военнослужащих становятся все популярнее. И в этот раз организаторами стали киевские студенты, которые надеются, что таким образом они сделают свой вклад в защиту будущего Родины. Побывала на ярмарке и Вероника Сектым. С самого утра возле корпусов политеха кипит торговля. На прилавках можно найти не только сувениры, но и приготовленную к ярмарке еду. Но покупать здесь можно за специальные купоны, которые получают, сделав вклад в пользу военнослужащих. Цены символические. Мы подключили и других волонтеров, которые могут представить все, что угодно. Это ярмарка-барахолка. Здесь вы можете купить и еду, и сувениры. И 100% от стоимости продукции идет на благотворительность. Благотворительные мероприятия студенты проводят часто. Хотят собрать достаточный средств, чтобы купить военнослужащим в жизни на важное оборудование. А если финансы позволят, то, возможно, построят что-то своими руками. В принципе, мы планируем, в зависимости от суммы, которую получится собрать, сделать что-то силами студентов. У нас есть специалисты по программному обеспечению и специалисты факультета аэрокосмических систем. И, возможно, с помощью этих денег можно будет сделать беспилотник. Поддержали благотворительную идею студентов и ученики одного из киевских лицеев. Они вместе с учителями и родителями принесли на ярмарку свои поделки. Мы решили принять участие в благотворительной ярмарке для того, чтобы собрать деньги. С помощью своих собственных поделок дети очень старались. Они изготовили открытки, изготовили вазочки, мыло ручной работы. И мы очень надеемся, что наш небольшой вклад поможет немножко Украине. Поможем вместе украинским военнослужащим! Самую дорогую картину стоимостью полторы тысячи гривен купил Ярослав. Говорит, для него это не только памятка о своем университете, но и возможность помочь военным. Если это будет маленьким вкладом, чтобы поддержать нашу армию, наших бойцов, то пусть. Я всегда готов помочь. Все собранные деньги пойдут исключительно на помощь армии, говорят организаторы. Однако, что именно закупят на вырученные средства, решат после того, как подсчитают выторг. Вероника Сектым, Даниэль Косаковский, БТБ. В Харькове фанаты местного металлиста Днепропетровского Днепра прошли совместным маршем единства перед матчем. Были тысячи болельщиков под аккомпанемент гимна Украины. Барабанного боя прошли в сторону военного госпиталя. Далее колонна «Ультрас» направилась по центральным улицам города к стадиону. Известно, что болельщики-металлисты Днепра всегда являлись одними из наиболее вражеских группировок. Однако, из-за угрозы суверенитету и целостности Украины, они договорились о примирении. Сейчас, как никогда, важно объединиться и все вместе вернуть мир в Украину. Оставайтесь с нами, а мы будем продолжать информировать вас о всех событиях в Украине и мире. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»